Публичные слушания по проекту межевания территорий 109-го квартала проходят уже в четвертый раз. Квартал находится в границах улиц Вилоновская, Садовая, Ульяновская, Самарская. Но впервые встречи в таком формате. В актовом зале 12-й школы заинтересованные жители сидят в масках и соблюдают социальную дистанцию. Для тех, кто из ограничений не смог прийти, администрация Ленинского района организовала видеотрансляцию слушаний. Предыдущие проекты как межевания территорий, так и застройки квартала жители забраковали, поэтому они были отклонены. Мнение большинства стало решающим в решении городских властей. Основные замечания были по высотности застройки предполагаемой, а также по наличию социальных объектов. И по соблюдению всех охранных зон, связанных с надхождением объектов культурной наследия на этой территории. Поэтому все требования жители, они понятны, они обоснованы. В этот раз строительная компания, которая владеет несколькими участками на этой территории, представила вместе с проектом межевания территории предварительный план застройки части квартала. Фирма хочет возвести девятиэтажный трехподъездный дом с подземным паркингом и с помещениями на первом этаже, предназначенными для детского сада на 45-50 мест. При этом от своей предыдущей идеи построить несколько 17 этажек компания отказалась. Особо следует отметить, что потенциальное строительство не нанесет вред объектам культурного наследия, расположенных в 109 квартале. Проектирование и строительство будет вестись за строгим соблюдением охранных зон и зон регулирования хозяйственной деятельности и застройки объектов культурного наследия. К новому проекту жители 109 квартала отнеслись по-разному. Мнение «за» высказали горожане, надеющиеся на снос ветхих домов и скорейшее благоустройство территории. Главное замечание высказывающихся против – компания не предоставляет комплексный план развития территории. Жители опасаются, что участок, на который нет полного проекта планировки, может быть впоследствии точечно застроен многоэтажками, и при этом не будет сохранен облик исторического поселения города. В связи с этим возрастает опасность застройки территории с сотными домами, что приведет к дополнительной нагрузке на коммунальные сети, а также на существующие школы, поликлиники, дошкольные учреждения Ленинского района. Теперь администрация района подготовит протокол собрания, где отразят все мнения и замечания жителей, которые были озвучены на слушаниях, а также были переданы районным властям в письменном виде. После чего документ передадут на рассмотрение в городской департамент градостроительства и в дальнейшем в администрацию города для принятия окончательного решения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.